Ежегодно в Новом Уренгое проходит благотворительный турнир по волейболу. Все взносы организации и зрителей направляют в фонд Ямины на лечение детей-инвалидов. В этом году пандемия не помешала провести такую благотворительную акцию, и накануне наша съемочная группа ее посетила. Смотрим. Участие в турнире за Куба губернатора Ямала для команды «Газпромдобыча уренгой» началось на хорошей ноте. В день открытия, кроме сборной ГДУ, на церемонии собрались еще 13 команд. Все новоуренгойские. Но с каждым годом число участников увеличивается. На этот раз пандемия их не спугнула. В этом году, как и в прошлом, суди, как сами рассказали, не будут строго оценивать профессионализм игроков. Ведь кто-то на площадку вышел впервые. В этот год, несмотря на пандемию, наш турнир побил рекорды. У нас 26 команд принимает участие. Будут новые команды, которые еще, конечно, не принимали участие. Я думаю, что им понравится наш турнир, понравится, как он организован. И мы думаем, что эти команды будут принимать участие в дальнейшем. Может быть, даже мы расширим свою географию. Ровно в 19 часов запустилась онлайн-продажа билетов на финальную игру. Первым счастливчиком, кто смог купить билет, стал экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Именно при нем прошел первый благотворительный турнир. Теперь мероприятие стало традицией как для нового Оренгоя, так и для округа. Помимо Кобылкина, места за собой оставили губернатор Дмитрий Артюхов и глава газовой столицы Андрей Вуронов. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут в фонд Ямины на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Эмоции, они же самые положительные. Такой турнир, который не проходит, он бесследно. Тем более для детей, когда на них смотришь, когда они элементарные вещи, им нужно с помощью преодолевать. Понимаешь, какие они сильные. И поэтому нам тоже нужно к этому стремиться, науществлять свои поставленные задачи. Первыми в жесткий поединок вступили «Газпром добыча Уренгой» и «Новотек Юрхаров нефтегаз». Со счетом 2-0 «Газпромовцы» одержали победу. География расширилась. Мы уже и в Карачаево играем, в Ноябрьске, в Лабытнанге, в Губкинске готов залы предоставлять. Все города готовы участвовать. Поэтому и в других муниципальных образованиях не только будут администрации участвовать, а в том числе и крупные предприятия. Почему бы не сыграть? «Газпром добыча», «Надым», «Роснефть». Куча предприятий, которые еще можно задействовать, локально расположенных не только в городе. В планах на ближайшие годы пригласить в благотворительный турнир и другие регионы. В этом году власти обещают много сюрпризов. Одним из таких стала страница в Инстаграм. Теперь следить за результатами игр можно именно там. 30 марта станет известно, кто же удостоится права сразиться с командой губернатора Ямала в финале. Главный волейбольный бой запланирован на 1 апреля.